Прибыл с рабочим визитом в Москву, об этом сообщили на сайте Азербайджанского внешнеполитического ведомства. Вот что там говорили, давайте послушаем. Министр закордонных справ Азербайджанской республики Джейхун Байрамов прибыл с рабочим визитом до Москвы с метою проведения консультаций с российской стороны. Ранее сообщалось, что в столицу России также приехал министр иностранных дел Армении Заграб Амнацеканян. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел раздельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении. С нами сейчас на прямой связи Баку. Давайте подключим к нашей беседе. Рахман Гаджиев, политолог, головный редактор информагентства FirstNemedia. Рахман Бейселям Алейкум. Алейкум Салам. Приветствую вас. Приветствую. Да. Есть ли у вас какие-то новости по итогам встречи глав МИД Азербайджана, Армении и Российской Федерации? Ну, пока что каких-то подробных деталей нет. Я думаю, что будет крайне сложно посредничающей стороне России действительно добиться какого-то результата на встрече с министром иностранных дел Армении по той простой причине, что его непосредственный руководитель, премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на корню, можно сказать, обрубил все перспективы политического процесса, заявив в своем выступлении, что дипломатического урегулирования проблемы сейчас нет. Я думаю, что после слов главы... Что это означает? Хотелось бы понять, на самом деле, что хотел этим сказать Никол Пашинян, потому что его заявления зачастую противоречат друг другу, но мы делаем из этого простой вывод. В принципе, для нас этот вывод неудивителен. Мы понимали это и задолго до обострения ситуации в Карабахе. Никол Пашинян всячески пытался нагнетать обстановку. Он целенаправленно срывал дипломатический процесс. И мне почему-то кажется, что премьер-министр Армении все еще стремится интернационализировать этот конфликт, вовлечь в него крупные региональные силы. Я думаю, что... Ну, в первую очередь, Россию. Безусловно, в первую очередь, Россию и вместе с Россией ОДКБ, организации. Ну, мы понимаем, что там руководящей, конечно, роли играет Российская Федерация. Но, к счастью, до сих пор ему этого сделать не удалось. Сегодня на границе Азербайджана и Армении, близ Зангелана, освобожденного вчера азербайджанскими войсками, мелькнули российские вооруженные силы, войска. Они были хорошо заметны для камер, были виты флаги Российской Федерации. Я думаю, что это был своего рода сигнал о том, что Российская Федерация совершенно не намерена вмешиваться в вопрос, пока он происходит в рамках территории Азербайджана. Я думаю, что это был даже какой-то, может быть, вспомогательный сигнал азербайджанским войскам, что мы вот здесь стоим, наблюдаем, но вмешиваться в конфликт, который исключительно происходит на территории Азербайджанской Республики, мы не намерены. А не допускаете ли вы такой вариант, что это сигнал, правда, наоборот? Ну, честно говоря, сложно представить себе подобное развитие событий, потому что, во-первых, те кадры, которые мы видели, они свидетельствуют, что присутствие, конечно, военных было чисто символическим. Такими формированиями азербайджанского солдата уж точно не впечатлишь. Во-вторых, я думаю, что все-таки Азербайджан, и это было, скорее всего, сделано намеренно. Во-вторых, Азербайджан прекрасно читает ситуацию, наблюдая за политическим руководством Российской Федерации. Вот где, собственно, нужно искать месседжи. А российское руководство продолжает занимать балансированную, я бы даже сказал, в определенной степени нейтральную позицию, которую мы в Азербайджане очень ценим. Я думаю, что это ответственная позиция. И хотелось бы верить, что официальное руководство Российской Федерации будет придерживаться вот этого самого направления.